Давайте посмотрим, что у нас есть в закладке Constraint Manager Physical Физические параметры Здесь у нас приведены списки наборов правил Для 100-омных проводников, 50-ти, для цепей питания Те правила, которые действуют по умолчанию Первый столбец это у нас Ширина минимального проводника Второй максимальная Параметры перемычки так называемой Допустим, здесь у нас указано 0.0.75 и 1 мм Если у нас есть какое-нибудь узкое место, в котором мы хотим провести Более узкий проводник Мы можем выполнить там перемычку Переключаемся в NECMOD Пока ее длина меньше 1 мм указанного, ошибки не возникает Если больше, тут же она появляется Параметры дифференциальных пар Минимальный зазор, основной Зазор в перемычке до пуска Используемые переходные отверстия Приводится список всех площадок В библиотеке Выполняем поиск Переносим список в наш Те переходные отверстия, которые стоят выше Они будут использоваться в первую очередь Параметры глухих и слепых отверстий Когда они собираются в структуру Можно указать Зазор между соседними Также есть три правила Которые позволяют устанавливать соединения внутри площадок Можно выбрать Либо соединение между площадкой Можно выбрать, что переходные отверстия будут накладываться друг на друга Различных видов Либо переходные отверстия в площадках будут находиться Можно позволять все что угодно Либо можно все запретить Также есть параметр, который разрешает или запрещает трассировку В этом слое Допустим, если у нас есть 100-омные цепи Дифференциальные Для них запрещена трассировка В полигонах питания На слоях питания Также можно запретить установку Разветвлений на тех или иных слоях В разном виде Можно вообще запретить Можно разветвлять только внутри выводов Либо выводов и переходных отверстий Давайте посмотрим, если мы запретим Сейчас Делаем разветвление Возникает ошибка Можно сортировать по слоям Наборы правил Когда мы все задали Можно перейти в закладку цепи Здесь у нас приведены классы цепей Дифференциальные пары Индивидуальные проводники Можно выбрать группу проводников Создать из них Класс Дать ему имя Вот он появился Задать какие-то либо правила для них Сразу для всех разом Из наборов сделанных ранее Либо указать индивидуальные значения Тут появилось еще несколько столбцов дополнительных Контроль статической фазы Динамической Это все рассказано в других видео Вот это правило следит Дифференциальных пар За длиной от площадки До точки схода двух проводников Одной дифф-пары Также можно задать Правила по регионам Создаем здесь Регион Потом Рисуем Его в топологии Даем ему Нужное название нам И внутри него будут действовать Новые правила Назначенные именно для этого региона Допустим, если мы здесь укажем Максимальную ширину проводника 0.0.75 Попробуем страссировать Как только он пересекает границу Тут же меняется его ширина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова